В Петербурге утро, тем временем, друзья, прямой эфир, бывает, бывает, всякое, просыпайтесь с нами, просыпайтесь с нашей компанией, Международный день Бетломании мы сегодня отмечаем вместе с нашими гостями, Женя Любич, с сопровождающим, с провождатором... Дмитрием Турьевым. Доброе утро. У нас так хорошо все сложилось, смотрите, мы сегодня говорили о том, что сборная России по футболу вышла в финальную часть Евро-2016 и едет в Париж, А Женя тоже скоро едет в Париж, Женя, расскажи. Да, в декабре действительно намечается интересное путешествие, вот вместе с клубом путешественников, меня делают душой компанией, и, собственно, у каждого, фактически желающего, появляется возможность взглянуть на мой Париж, о котором я готова рассказать и даже спеть. Собственно, на всех страницах, там, в соцсетях, в особенности в Фейсбуке, эта информация в полной мере представлена, так что, пожалуйста, заходите. А ты сейчас вообще живешь в Париже? Ну, мыслями-то точно, но вообще я в основном сейчас в Санкт-Петербурге, и, кстати, приглашаю всех на ближайший концерт 16 октября в эту пятницу приходить, пожалуйста. И до пятницы я уж точно в Питере, да, ну, потому что, в общем, у нас репетиции, у нас меняется саунд, мы в поиске постоянном находимся, ну, почти как Битлз. Ну, Женя, Женя Любич называет самой французской из русских певиц. Да, петербургская француженка, вот так вот даже. А все-таки где, Женя, русская или француженка, и где душа? Душа, она... По какую сторону граница? Она без границ, границ в душе нет никаких. Душа, наверное, это то, что, наверное, вообще соединяет нас с вечностью и бесконечностью, и с космосом. А французы как принимают? Французы принимают прекрасно, и русские тоже. Люблю бывать и за границей, и по России мы очень много ездим, выступаем. Из ближайших городов, помимо Питера и Москвы, намечается Краснодар. Ну, также нас ждет и Рязани, и Урал, и Сибирь, и, в общем-то, бывали мы в этих частях нашей страны. Ну, вы очень похожи на француженку, Женя. Даже Адри Татун. Спасибо такое. Вас, наверное, за свою принимают. И вы же там последний альбом свой презентовали в Париже, да, насколько я? Нет, я вам в Париже недавно презентовала альбом Соля Ви, только в европейской версии, которая называется Russian Girl, и от русской версии она отличается тремя треками на английском языке. То есть на английском языке во Франции вы презентовали? Да. Кстати говоря, этот альбом выходит на днях в виде винила в России. А вот буквально на днях, да, вот в Санкт-Петербурге, да, тоже об этом можно прочитать на наших страницах. А, собственно, последний альбом, который я презентовала, он был записан, в самом деле, во Франции, но выпущен в России в апреле 2015 года. Называется у нас «Бокоморзе», и, в общем, да, это что-то, что вот последнее произошло в нашем проекте. И снято два видео уже на две песни из этого альбома. Первое видео — это на песню «Азбука Морзе», и второе — на песню «Пожар». Вышло на днях. Куча новостей. Так что, пожалуйста... Да, есть чем поделиться. Так хорошо, что ты к нам пришла. А все-таки про библоманию. Я не могу не спросить, как французы называют Евгению? Женья любич. Женья любич. В чем женья, это очень интересно, потому что у них есть прилагательное «женьяль», «женьяль», «гениально». Ну, а не так «женьяль», 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 просто, да, если переводить на русский. Ну, немножко нескромно сейчас как-то беседу, да, так и пошла. Жень, про библоманию хочу спросить. Ты библоман? Конечно. В детстве мои родители все пытались мне ставить сказки. Вот они хотели заниматься какими-то делами своими, ну, может быть, что-то готовить, читать, обсуждать. Но сказки меня интересовали в гораздо меньшей степени, чем музыка группы «Битлз». Собственно, мои родители ставили меня на пластинках «Битлз», и тогда они могли быть спокойны, что я, ну, вот, буду занята хорошим делом, а именно прослушиванием этих пластинок, потому что это меня манило как магнит. Я танцевала под «Битлз», я вслушивалась в них. И вообще это реально воспоминание моего детства, и это, наверное, то, что меня формировало. Какой-то альбом какая-то, песня запомнилась, врезалась в память. Очень нравится песня «I follow the sun», ее, она была написана Маккаркин, 16 лет, ему было 16 лет, он описывал эту песню, что ему было 16 лет, он болел, он смотрел в окно, и у него было такое больное состояние, но в этом окне было солнце, и сквозь такие тюлевые занавески он на это солнце глядел, и оно ему давало ощущение счастья и солнечности, вот несмотря на пасмурность его состояния. И мне очень нравится. Для нашего города это очень актуально. Не говори, как в том, что мы произносим эти слова этим пасмуром. Да, 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 да. Но вот эта песня «I follow the sun», я не знаю, может быть, кому-то она послужит хорошим саундтреком для сегодняшнего дня. Не случайно у Дмитрия в руках гитары сегодня. Женя, что вы споете нам? Я с удовольствием спою песню про ночь, про то, как бывает иногда спиться, и на какую-то ситуацию очень грустную и одинокую мне захотелось в свое время взглянуть с иронией. Собственно, я лучше спою, чем буду рассказывать. Женя Любич в гостях в прямом эфире на Live 78. Друзья, встречайте! А я сплю по футболке твоей Она навевает мне чувства прошедшей любви Я ночи провожу с ней Я так не хочу забывать все, что ты позабыл Да ты оставил мне свою футболку Оставил мне свои носки Ты оставил мне пустые полки Оставил меня помирать с тоски А я жду, жду тебя днем И вечером тоже я жду, что ты позвонишь Но мой молчит телефон И кто же мне скажет Теперь с добрым утром Малыш, ты оставил мне Свою полку Оставил мне свои носки Ты оставил мне пустые полки Оставил меня помирать с тоски Их вот полочка Твоя Футболочка Твоя Немножечко Тебя Кусочек Толика Самый маленький Цвечек Ты мой цветик, оленька Ты оставил мне свою футболку Свои носки Пустые полки Оставил меня помирать с носки А ты оставил мне свою футболку Оставил мне свои носки Ты оставил мне пустые, пустые полки Оставил меня помирать с носки Оставил мне Прекрасный саундтрек для сегодняшнего дня Женя Любишь В прямом эфире утром на лайк 78 А у нас есть проходки, если что, на концерт 16 октября Друзья, я надеюсь, что вы ими тоже разживетесь Думаете, врем? Нет!